вот он электромобиль который изменил рынок электромобилей в беларуси 1300 воек фри продано за года с прошлого июля в беларуси 1300 электромобиль теперь воек фри официально в могилёве сегодня команда панорама доехала до могилёва хорошо знакомы с официальным импортером с дилером автопром сервис где было представлено достаточно много известных мировых брендов и теперь здесь есть премиальных боях и премиальный м хиру поехали расскажу в могилёве по адресу улице симонова 55 открылся премиальный автоцентр воях официальный импортер беларуси компания автопром сервис предложил новый формат благодаря которому жители и гости могилёва получит возможность в одном салоне ознакомиться со всеми представленными моделями а также пройти тест-драйв полном объеме гарантия сервис будет поддерживаться она уже имеется учитывая что открывается непосредственно сам автоцентр который направлен на премиальный продукт именно боя ждем клиентов которые ценят качественное обслуживание электрических автомобилей премиального продукта боя м хира мы даем качественный сервис гарантию и обслуживание важно отметить что новый автоцентр воя и м хиру в могилёве является центром полного цикла в котором клиенты смогут не только приобрести свой автомобиль но и получить качественный сервис и обслуживание уровня vip мы своих специалистов обучали у себя в минске делясь той информацией который мы за год насобирали плюс они ездили в китай на обучение вот плюс еще есть перечень документов и обучение которые нужно пройти на государственном уровне чтобы получить документы соответствующего образца в том числе и допуски для работы с электромобилем до 1000 вольт эти все обучение нашими специалистами уже пройдены диагностическое оборудование закуплено могилёве вообще могилёву повезло потому что в могилёве есть наш кузовной участок соответственно и кузовной участок прямо в могилёве сможет принимать автомобили боя free и им хиро и так получается что в общем то полного цикла будет здесь сервис и абсолютно все работы можно будет выполнять лидером продаж премиального бренда воев в беларуси является электрический кроссовер воев free который практически сразу после появления стал самым продаваемым автомобилем премиум сегмента воев free уже доступен для тест-драйва в новом автоцентре в линейку в воях также входит семиместный минивэн dream и представительский седан passion один из главных вопросов это насколько хватит кузова вот все жалуются китайские автомобили они такие ненадёжные отдельно поговорим по гарантийные случае честно спросим что есть из запчастей ну а прямо сейчас расскажу вам вот конкретно на фри у нас модель двадцать четвертого года это уже прошка рестайлинговая что у нас с кузовом как покрашен и оцинкован ли кузов меряем в двух местах капот 90 100 80 90 крыло 90 90 передняя дверь 100 100 100 задняя дверь 100 100 у нас заднее крыло с крышкой багажника немножко иное у нас показывает 90 и 100 что с крыши 80 80 ну что я вам хочу сказать у нас везде на всех элементах показывает оцинковку крылья капот двери только крыша у нас чистый металл то есть весь автомобиль оцинкован но вопрос который многих вот прям у нас автопанораму пишут под нашим тест-драйвом воях фри а что с русификацией все ждали русификацию я вам скажу по секрету мы ехали сегодня на воях фри и он русифицирован давайте спросим как это происходило и что делать сколько это будет стоить владельцам это больше 1300 автомобилей воя фри которая ездит по беларусь эта прошивка переработана она доработана до нашего рынка и работает по совершенно другим алгоритмом нежели в китае поэтому изначально инженерам завода-изготовителя нужно было перейти на новую платформу эта платформа будет использоваться как странах снг таких странах европы куда воя заходит но и соответственно будет разделение двух прошивок для внутреннего рынка и для внешнего мы уже имеем готовый продукт мы имеем первую версию вот нашего программного обеспечения на полностью на русском языке и имеется возможность установки дополнительных приложений таких как яндекс навигация вот мы на этом не останавливаемся мы помогаем тоже работаем совместно с китайскими разработчиками то вот группа наших программистов для того чтобы улучшать продукт потому что те же google сервис они в китае по понятным всем причинам не очень популярны вот поэтому мы работаем в этом направлении собственно говоря и продукт который мы имеем на сегодняшний день он будет развиваться развиваться в том числе усилиями завода-изготовителя то что мы получим соответственно будет и обновляться и сохраняться при обновлении вот это очень важно потому что зачастую прошивки которые просто ты русифицируешь при обновлении они потом рассыпаются вот поэтому были определенные сложности мы их преодолели и на сегодняшний день мы имеем уже русский язык при покупке автомобиля сразу уже автомобиль 500 мы уже обновили поэтому на самом деле их уже осталось гораздо меньше тех кто еще не обновился мы приглашаем владельцев на обновление либо они сами записываются на то при прохождении то мы говорим о том что есть обновление на русский язык предлагаем его выполнить для клиентов естественно которых мы продавали автомобили это услуга абсолютно бесплатно это все-таки наш долг привести автомобиль в должное скажем так в ожидаемое состояние вот которые ожидал клиент при покупке автомобиля поэтому мы это делаем абсолютно бесплатно я думаю что нам осталось месяц полтора и мы уже обновим весь парк проданы проданных ранее автомобилей я прогнозирую где-то в течение месяца может быть полтора мы запускаем сервис можно будет могилёве выполнять в том числе и такие процедуры как перепрограммирование обновление если будут приходить и не потребуется ехать минск для этих процедур прежде всего динамика я сел нажал и такой полет ускорение электрического автомобиля это просто ну вот что то другое потому что я езжу на обычном двс это совсем другой хотя здесь внутри есть двс но для другого для заряда батареи и это класс второе очень комфортно в салоне водителю пассажиру и сзади пассажиром класс потому что у пассажира справа есть массаж массаж есть у водителям передних есть еще подогрев и вентиляция здорово а еще есть еще есть ароматизаторы включаешь и там тебе может быть благоухать какие-то цветы либо лес и включить какой-то звук природы расслабиться еще больше что еще мне нравится что есть уже заводская русификация ты не смотришь иероглифы а смотришь язык который понятный и еще что прям для меня очень важно как тревел блогера что есть там установленный яндекс навигатор ты сразу вбиваешь координаты при этом или точку ну как по-любому пока хочешь ты убиваешь и он сразу показывает на дисплеечке штатном не надо телефона это дополнительного и едешь куда надо смотря просто на дисплее и еще хорошо что не надо раздавать интернет из телефона чтобы было там работала навигация потому что интернет уже есть своем автомобиле есть вот это здорово классно третий это комфорт комфорт водителя прежде всего очень удобное кресло садишься прям вот она вы родное подголовник такой вот какой-то расширенный я бы сказал с поддержкой головы ну конечно это я не буду в пути релаксировать но есть такая возможность где-нибудь отдохнуть кому это будет интересно но мне это интересно потому что я тревел блогер и потому что ездить на большие расстояния это моя работа мое хобби и интересно людям которые хотят опять же ездить на электричке но при этом быть уверенным что не надо куда-то привязываться к этим зарядным станциям постоянно и думать об этом как про телефон вот им тоже будет для городской езды хорошо для дальних путешествий то есть ну такой универсальный автомобиль я бы сказал люксовый бренд м hero представлен электрическим рамным внедорожником м hero 917 который стал самой обсуждаемой новинкой белорусского авторынка внедорожные характеристики и новейшие инженерные разработки возвели его на вершину сегмента м hero 917 также доступен для тест-драйва в новом могилёвском автоцентре друзья здесь могилёве представлен и вот этот настоящий рамный внедорожник м hero что он может вытворять хоть не только электромобиль да 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 электрический внедорожник который может разгоняться вы представьте это почти трехтонная машина до сотни за 4 секунды в виде и в р где-то чуть больше 6 секунд запас хода больше тысячи у и в р как вам такое ну и несколько слов что это за автомобиль опять-таки по поводу надежности давайте я вам сколько здесь алюминия 120 110 крыло 30 х здесь кстати 50 дверца ту алюминиевые передняя задняя обычная 150 170 150 оцинковка есть алюминиевая крышка багажника толщина лкп 70 и что у нас по крыше то 100 ну что друзья мои алюминиевые детали оцинкованные детали кузова понимаете насколько эта машина устойчивая с точки зрения коррозии м херу мне вообще понравился если вы любите большие машины это само то на трассе держит она хорошо вот вы ехали 120 соблюдая скоростной режим она ехала замечательно спереди сзади стоит электро моторы а бензинный двигатель он как служит к генератор то заряжает батарею запас хода около 1000 с плюсом внутри мне понравилось во первых ручка виде пистолет и когда закрываешь дверь как затвор работает потом мне понравилась ручка кпп смотрите какая красота вот как самолете грубо говоря два люка не панорама именно два люка принципе большой монитор раз два три монитора регулировка старт-стоп система классная кому будет интересен этот автомобиль уже 20 автомобилей было продано автоцентр в могилеве стал десятым в большой сети импортера помимо четырех автоцентром в минске автомобили концерна donkfang мотор представлены во всех областных центрах а также в бобруйске полоски пинске и солигорске теперь здесь в могилеве представлен не только donkfang с полным модельным рядом а это их юж и новый мэйдж да да буквально на следующей неделе мы расскажем о ценах и комплектациях этого среднеразмерного кроссовера который также может изменить рынок уже dvs ну а здесь могилеве в центре боях нам хиру теперь можно не просто официально а сервис с гарантией приобрести обслуживать вояк free и м хиру самый большой внедорожник ну и скажу по секрету зрителям автопанорамы совсем скоро осенью в полку в их будет пополнение что это будет за кроссовер конечно вы узнаете здесь на youtube автопанорамы всем пока